Путь беженцев из Сирии в Германию состоит из побоев и унижений, рассказал в интервью латвийской радиостанции «Болтком» гражданин Сирии по имени Али, который нелегально добрался до Германии и сейчас ждет решения о предоставлении ему статуса. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 500 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. Согласно ее предложению, странам ЕС предстоит в ближайшие два года в принудительном порядке принять на своей территории до 160 тысяч беженцев. Али решил уехать из Сирии, поскольку из-за гражданской войны в этой стране оставаться было опасно. «Из Сирии я добрался до Турции. Там я договорился с одним человеком, который в определенном месте забрал меня вместе с группой людей из 40-50 человек. Затем они подготовили лодку, и мы отправились дальше. В следующем пункте нас уже ожидали другие люди, которые занимаются теми, кто нелегально прибывает в ЕС. «Там нам сделали документы, посадили на большой корабль, на котором мы плыли 10 часов и прибыли в Афины. Там мы сели на автобус и уехали в Македонию», — рассказал Али. «В Македонии автобус в какой-то момент остановился, и нам пришлось целый день идти пешком. Мы ждали, когда македонская армия пустит нас в город. Шел дождь, был ужасный день. Солдаты общались с нами очень грубо, они били нас, в том числе стариков и детей, журналисты все это сфотографировали», — добавил Али. «По его словам, в Сербии, куда беженцы перебрались из Македонии, к ним отнеслись с большим уважением, отношение было очень хорошим, им дали еду и обеспечили всем необходимым. Из Сербии надо было ехать в Будапешт, тоже нелегально, платить деньги человеку, чтобы он нас перевез. У нас этих денег, 1400 евро, не было, и мы решили ехать самостоятельно. «Все это время шел дождь. Мы снова шли пешком, пытались сориентироваться под GPS, это было непросто», — вспоминает Али. Следующей стороной на пути группы беженцев была Венгрия. Там, по его словам, их тоже встретили без восторга. На территории Венгрии появились полицейские и начали нас бить. «Кое-как нам удалось добраться до Будапешта и там сесть на поезд до Германии», — сказал Али. Сирийский беженец совсем по-другому представлял Европу и поэтому, столкнувшись с побоями и унижениями, решил рассказать обо всем своим друзьям. «Два дня назад я оказался в этом лагере в Германии. Я даже не знаю, как называется этот город, но в этом лагере находятся все беженцы, из Сирии, Ирака, Ливии, Африки. Позже, насколько я понимаю, нас отправят в другой лагерь», — отметил Али. По его словам, условия содержания в лагере неважные, беженцы не задерживаются здесь надолго. Условия здесь довольно плохие, одна комната, примерно 30 кроватей, и самые разные люди. Когда мы приехали, нам выдали постель и отправили поесть, но мы не успели, кухня уже была закрыта. Я ни с кем особенно не общался, но слышал, как люди говорят, что здесь нормально. «Можно сделать документы и отправиться дальше, в больницу, где проверяют наше здоровье, и в другой лагерь, лучше, чем этот», — отметил Али. Он добавил, что заснял весь путь из Турции в Германию. «По дороге из Турции в Германию я все время фотографировал и снимал видео. Я хочу показать это моим друзьям, которые хотят приехать сюда. Когда я сюда отправлялся, мне говорили, что это очень просто, но в действительности все по-другому. К нам очень плохо относятся, особенно в Македонии. Сейчас я не знаю, куда меня отправят дальше», — сказал Али. Сейчас Али вместе с тысячами соотечественников находится в одном из лагерей для беженцев в Германии, где дожидается решения о предоставлении ему статуса. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики Ига и Джабхат Ан-Нусра. «Позже, насколько я понимаю, нас отправят в другой лагерь», — отметил Али. Редактор субтитров А.Семкин